Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для режима, где нужно скатываться с горки. Точно название у него, не знаю как переводится, потому что оно довольно странное. Ну ладно, это в принципе не суть. Значит, для этого переходим на мой сайт по ссылке в описании. Далее, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит, либо старый, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, старый без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее в название пишем название этого режима. Нажимаем поиск. Также смотрите, сразу скажу то, что здесь идет название с вопросительным знаком. Если вы напишите с вопросительным знаком, то у вас на сайте скрипт не найдет. То есть нужно писать именно без вопросительного знака. А вот у нас есть скрипт. Пока что на данный момент он только один. Возможно будет больше. Но режим новый. Пока что больше не успели сделать. Значит, нажимаем кнопочку скачать. Но мы уже нажали. И еще раз нажимаем. Так, и какая-то ошибка случилась. Странно. А вот, все показалось. Короче, не знаю, что за ошибка была. Но если у вас такая ошибка будет, то назад на страницу вернитесь. И еще раз нажмите кнопку скачать. А вот появился скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в игру. Открываем чит. В настройках ставим функцию. То есть включаем функцию FixGickError. Чтобы вас не гикнуло с игры. И вот у меня сейчас стоит DLL от VRDevs. Давайте с ним попробуем. Может быть получится заинжектиться. Я точно не знаю. Может быть он обновился. Может быть нет. Потому что обновление в Роблоксе было вчера. И возможно еще DLL не успели обновить. Такое тоже бывает. Так, ну-ка. Давайте скрипт вставим. И нажмем кнопочку Exclude. Ну, как видите, инжект не происходит. То есть он пытается заинжектиться, но не происходит. Потому что DLL все-таки не обновили. Значит ставим RNL. Нажимаем Inject. Напомню то, что DLL от RNL используется с ключ-системой. Ключ я уже, кстати, сегодня получал. Мне его получать не нужно. Его вообще нужно получать раз в день. То есть в следующий раз вы когда перезайдете, у вас ключ не попросит. Давайте я вам сейчас быстренько короткое видео прикреплю. Вы его посмотрите, как получить. Там сложного в принципе ничего нет. Получите и будете с кайфом играть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Ну я думаю вы поняли, как получить ключ. Значит, после того, как вы его получили, вы его вставляете в окошко, которое у вас здесь открыто, нажимаете Enter и у вас происходит DLL-джек. Далее вставляете вам нужный скрипт, который вы скопировали. Потом нажимаете кнопочку Exclude и вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто. Так, теперь давайте начнем тестировать. Кэшфарм это та функция, с помощью которой вы заработаете очень много монет. Значит, включаем ее и смотрим. Как видите, сразу начинается фарм и получается, грубо говоря, за один полностью пролет до конца я получаю по 2 миллиона монет. Круто! Можно выключить, чтобы вам не мешало. Дальше Shop это GUI, просто вас TP хает к Shop. Реберст тоже просто TP хает к Реберсту. Ну, такой, в принципе, довольно простенький скрипт. Значит, чтобы мне сделать Реберст, там вроде было написано то, что нужно 11 скорость. 11 скорость имейте. Короче, покупаем. Надеюсь, денег хватит. Да, все, хватило. 11 скорости у меня есть. И теперь можем сделать Реберст. Все, как видите, все получилось. Теперь заново эту функцию включаем. И смотрим, как фармятся опять монеты. Потом также опять покупаем скорость, делаем реберст и все. Вот весь смысл режима. Не понимаю, почему в это люди играют, причем очень много. По-моему, здесь онлайн 10 тысяч. Возможно, даже больше будет. Ну, короче, весело. Ну, ладно, в принципе, буду на этом и заканчивать. Напомню, то, что ссылка на мой сайт будет в описании. Пользуйтесь им. С вами, как всегда, был Избан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока.